Добрый день, дорогие друзья! Конечно же, очень много возникает ситуаций там, где необходимо решить какую-то ту или иную юридическую ситуацию. И вот здесь, конечно же, первая ступенька это обращение в суд. Но в силу того, что наши суды загружены чрезмерно и, скажем так, они загружены даже неравномерно территориально, к примеру, в Москве в области очень большая загруженность. А в отдельных судах, вот в регион куда-то приезжаешь, смотришь, там 10 дел назначено на день. И мне, как один из зрителей сказал, 10 дел это очень много. А так ему киваешь, а сам думаешь про себя. Ну, конечно же, да, но когда 110 дел в день назначено, это, наверное, немножечко больше. Поэтому неравномерная нагрузка, она, конечно, дает о себе знать. И для того, чтобы ваше дело было правильно разрешено, необходимо не только обратиться в суд, но и неким образом усилить, усилить свое обращение, усилить свое исковое заявление, либо свою апелляционную жалобу, либо свою касационную жалобу, либо жалобу в порядке надзора. И вот здесь, дорогие друзья, конечно же, необходимо смотреть на дело как можно более широко и глубоко вникать в те перипетии, которые происходят по тем или иным делам. О чем я говорю? Дело в том, что, конечно же, обычные дела, когда они доходят до суда, требуется обращение в суд. Они не просто так возникли, не на ровном месте. Это зачастую итог некой деятельности и так далее. И вот в этом процессе, там, где вы считаете, что нарушаются ваши права, и там, где только суд может разрешить то или иное действие, конечно, необходимо смотреть, а не было ли не только нарушения гражданских прав, или административных, или КАС, или, к примеру, в арбитражных делах. Я всегда говорю, посмотрите несколько шире, а нет ли здесь оснований для написания жалоб на тех лиц, которые, к примеру, ваши права нарушили. Ведь это может быть и жалоба на это лицо непосредственно его руководству, если это, к примеру, должностное лицо. Если должностное лицо нарушало ваше право, а вы в порядке КАС хотите к нему обратиться, а может быть целесообразно сначала обратиться к его руководству, пусть оно даст оценку, пусть это руководство рассмотрит сложившуюся ситуацию и таким образом придет к никому вердикту. Может, у вас на этой стадии уже разрешится дело. Ну, а если вы уже пошли, к примеру, в суд, то не лишним будет подкрепить и, к примеру, обжаловать действия того или иного должностного лица и, к примеру, к жалобе на это лицо подкрепить и тот же иск, который вы подаете, и изложить свою жалобу еще и на бумаге. Но очень часто бывает, что помимо, как я уже повторюсь, гражданских правовых отношений нарушены еще где-то административные. То есть, возможно, обратиться в полицию с жалобой на те или иные действия. И тоже эти жалобы, приложив иск к ним и к иску приложить, чтобы судья уже видел, что проводится некая проверка теми или иными органами, и он мог истребовать материалы этой проверки для того, чтобы приложить к материалам гражданского дела и подкрепить те или иные доводы стороны или возражения стороны. При этом также очень много, дорогие друзья, во многих правоотношениях у нас контролирующих органов. И когда мы обращаемся в суд, к примеру, в суд по ЖКХ и судимся с управляющей компанией, конечно же, есть и жилы инспекция, которая в тех же вопросах разбирается, есть органы прокуратуры, есть специальные органы власти, которые на определенной территории существуют, к которым тоже можно обратиться. Может быть, они вовлечены в процесс, и здесь ваше заявление, ваша жалоба, она не будет единичной. Может быть, она будет той каплей, которая добавит, окрасит неким образом сложившуюся ситуацию. И, конечно же, к примеру, контролирующие органы, правоохранительные органы, прокуратура, органы власти или иные органы, которые осуществляют надзор за деятельностью тех или иных организаций, увидят, что он действительно носит массовый некий характер, те или иные действия, и нужно принять некие меры. И это будет вам под спорем в судебном споре. Ну и, конечно же, к этим жалобам целесообразно исковое заявление, показывая ваши действия, что вы можете и иск приложить, и к иску тоже эти жалобы. То есть поднять вопрос, как говорится, на самый широкий уровень, чтобы все задействованные органы смотрели на него с разных сторон. И вот когда этот вопрос рассматривается с разных сторон, тогда, конечно, можно прийти к некоему выводу. И когда задействованы, тогда более правильное решение, наверное, принимается. Поэтому, дорогие друзья, не пренебрегайте этими возможностями. Все возможные жалобы необходимо подавать. Если вы видите в действиях тех или иных сторон, к примеру, вы видите, что здесь у нас, скажем так, задействованы определенные противоправные действия, то здесь можно обращаться и в ту же полицию, обращаться в органы ФСБ, обращаться в органы, которые осуществляют надзор за той или иной деятельностью, в следственный комитет, если, к примеру, должностные лица в отношении вас какие-то незаконные действия совершали, и, конечно же, дорогие друзья, в прокуратуру, потому что прокуратура осуществляет надзор за всеми без исключениями органами, организациями и так далее. И, конечно же, дорогие друзья, если вы осуществляете ту или иную деятельность и к вам правоохранительные или контролирующие органы пришли без того или иного разрешения или осуществили в отношении вас те или иные действия, необходимо всегда обратиться к территориальному прокурору, отдавал ли он разрешение на проверку, потому что сейчас Владимир Владимирович Путин, он, как наш руководитель, вообще предложил на Петербургском экономическом форуме прекратить проверки тех предприятий, деятельность которых не представляет собой опасность и так далее. И, конечно же, дорогие друзья, вот этим необходимо пользоваться. И если вы видите нарушение прав своих где-то и так далее, и нарушение теми или иными действиями, теми или иными должностными лицами либо контролирующие органы, которые не принимают меры, их действия тоже необходимо обжаловать. И, дорогие друзья, многие говорят, что здесь сильно много вы намешали всего. Но, когда вы окажетесь в суде, и когда вы будете говорить о том, что вот были какие-то действия, да, то-то, то-то было нарушено, какие-то органы не принимали каких-то действий, тот-то, тот-то бездействовал и так далее, вас всегда судья спросит, а каким образом вы действовали? И вот здесь, если у вас есть определенный бэкграунд, то есть жалобы, обращения, что вы отстаивали свои права, в суде это, конечно же, будет в помощь, потому что он будет истребовать все материалы, всех органов государственных, контролирующих, территориальных, прокурорских, правоохранительных, для того, чтобы посмотреть на это все и сделать определенный вывод о том, что имели место нарушения или не имели места. При этом, конечно же, если мы говорим о жалобах, возможно усиливать жалобу, те же жалобы, которые вы подаете в ходе судебного производства, а в ходе судебного производства вы также можете обжаловать, если вас не устроило или было незаконное решение суда первой инстанции, либо решение суда апелляционной инстанции, либо решение суда касационной инстанции. Вот эти все решения необходимо, конечно же, обжаловать путем подачи тех или иных жалоб, Но эти жалобы, апелляционные, касационные, частные жалобы на определенные решения суда по вопросам, которые разрешаются определениями, по ходатайствам, по вопросам, которыми приостанавливается, останавливается или не приостанавливается, не останавливается судебное рассмотрение, которые в частном порядке разрешаются в апелляции, в касации. Вот по всем этим действиям, если вы видите грубое глубокое нарушение со стороны судьи, конечно можно их усиливать, прикладывать в том числе жалобу на судью. Но я говорил в предыдущих роликах, как это делается, какие органы у нас осуществляют привлечение суда к той или иной ответственности, это такие органы, как квалификационные коллегии судей, территориальные, они созданы на всех территориях Российской Федерации и есть также высшая квалификационная коллегия судей. И есть, конечно же, у нас непосредственно дисциплинарная коллегия судей, Верховного суда, которая в судебном порядке рассматривает законность того или иного привлечения судьи к той или иной ответственности, дача разрешения на привлечение к ответственности, либо наоборот на выдвижение или не выдвижение, на, скажем так, рекомендацию, на судейский чин, судейский класс и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вы никогда не пренебрегайте возможностью написать ту или иную жалобу и чем больше органов вовлечено в тот или иной процесс и чем шире вы смотрите, тем больше вероятность того, что к этой проблеме будет привлечено внимание и она не потеряется в том потоке жалоб, которые идут. У нас органы перегружены. И, конечно же, дорогие друзья, очень интересный вопрос задала мне одна из зрительниц. Она спросила, ну вот, а если суды так перегружены и вот если те или иные вопросы не решаются, а не будет ли простым вопросом, простым вопросом, скажем так, просто увеличить штат суда? Дорогие друзья, конечно же, это не интенсивное, это экстенсивное развитие. То есть интенсивное развитие там, где мы увеличиваем скорость, простоту процесса, уменьшаем время разрешения вопросов. Там, где, скажем так, Верховный суд таким образом делает анализ дел, дает такие указания, которые упрощают, вносят такие изменения, которые делают более правильными разрешения тех или иных вопросов. Это так называемый интенсивный путь интенсификации, использование по полной, скажем так, и судейского потенциала и так далее. Но вот этот путь экстенсивный, просто увеличить количество судей. Во-первых, дорогие друзья, это очень дорогостоящее удовольствие. Судебный аппарат в общегосударственном масштабе, он, конечно же, огромен. И это все-таки органы власти, они требуют соответствующего финансирования. Это и здание, и аппарат судей, и их охрана и так далее. То есть у нас действует даже специальная служба, федеральная служба судебных приставов, ФССП, там, где есть специальное подразделение, судебные приставы. То есть не судебные приставы-исполнители, которые осуществляют реализацию на деле, то есть принудительное исполнение судебных решений. А есть судебные приставы, которые занимаются обеспечением работы судов, охрана и так далее и тому подобное. И, конечно же, любое увеличение штата судейского, любое увеличение штата судебного, это влечет увеличение, причем увеличение непомерное расходов государственных. Потому что не забывайте, ведь у нас должно быть, ну, по крайней мере, государственное некое мышление. И вот Владимир Владимирович Путин, выступая перед судьями на их 10 съезде, он сказал об этом. Он сказал о том, что работа судей должна строиться на базе защиты прав человека прежде всего. И какие бы перипетии, что бы в стране не происходило, какие бы вызовы перед нашей страной не стояли, у нас есть компетентные органы, у нас есть наш президент, у нас есть Владимир Владимирович Путин, он со всем разберется. И вот что бы у нас не происходило, у нас есть крепкий тыл, крепкая защита, как говорится, Путин нас не подведет. А вот все остальное должны люди на местах решать. То есть, невзирая на любые операции, которые проводит наша страна, невзирая на то, что кто-то хочет нам нож в спину воткнуть, в общем, невзирая ни на что, суд должен осуществлять свою деятельность. И для него принципиальным вопросом должно быть отстаивание прав гражданина, отстаивание прав человека. И вот когда это все на первом месте находится, конечно, все тогда нормально, правильно и так далее. И вот когда мы увеличиваем штат судей, конечно же, дорогие друзья, мы забываем об одной вещи. Ведь для того, чтобы подготовить судью, нам тоже необходимо вложить туда огромные средства. Вот, к примеру, я учился бесплатно на бюджете. И, конечно же, дорогие друзья, если по нынешним деньгам брать огромные средства, вложенные в это обучение. Я обучался как раз на факультете юстиции. И я должен был стать судьей. Но, как говорится, после того, как я прошел практику в органах прокуратуры, органы прокуратуры захотели меня забрать к себе. И, скажем так, было решено между органами прокуратуры и между юстицией о том, что меня перенаправят в органы прокуратуры на работу. Поэтому, как говорится, изначально меня учили на судью. И я должен был стать судьей. Но, в дальнейшем, когда я стал все-таки прокурором, я, конечно, об этом ничуть не жалею. Но, при этом, дорогие друзья, на это тратятся огромные деньги на содержание всего аппарата, обучение. И просто так, вот, взять ниоткуда этих судей, конечно же, тоже нельзя. И у нас действуют специальные органы судейского сообщества. Это так называемые квалификационные коллеги судей, которые дают рекомендации для судейского корпуса и так далее. То есть, все это говорит о том, что, конечно же, необходимо, просто необходимо интенсифицировать, улучшать качественно работу. Потому что количественно не возьмешь. И на каждого же судью не придумаешь. От этого судебные ошибки не пропадут. Поэтому, дорогие друзья, увеличение штата, это, во-первых, дорого, во-вторых, неэффективно. И если не принимать интенсификационных мер, вот какие делает президент, какие делает Верховный суд, то дело с точки не сдвинешь. Поэтому, дорогие друзья, вот об этом я хотел поговорить, об этом я хотел сказать. И, конечно же, все необходимо усиливать. Все свои действия, которые вы в суде проводите, все свои действия, которые вы тем или иным образом проводите в правоохранительных контролирующих органах, усиливать этими действиями значение своего иска, подавать жалобы. Усиливайте, потому что усиливая то или иное значение, вы привлекаете более широкий круг органов, и более правильно будет ваш вопрос разрешен. И, конечно же, дорогие друзья, не забывайте, что все это нужно делать на хорошем уровне. Вникайте во все. Если нужна помощь, обращайтесь к специалистам. Мы всегда вам поможем. И, как говорится, если что, необходимо, подскажем. Удачи вам в ваших делах. Счастливо.